Еще немножко вашего времени. Душепопечения в лагере между вожатыми. В первую очередь, конечно, это касается директора, координатора, духовного работника, но и каждого из нас по отношению друг к другу. Несколько принципов. Причина заботы о душе другого человека – это любовь. Послание Галатам, 5 глава, 13-14 стихи. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». То, что говорил Саша, построение взаимоискупительных взаимоотношений – это важная часть, которая отражается на нашем собственном примере. «Если ребята не видят внутри команды любви друг к другу, все остальное можно не делать. Если ребята видят, как директор и духовный работник ссорятся, бесполезно все остальное. Если вожатые возмущаются решением координатора неправедной, как он посудил, а еще и горяченькое словечко в его сторону отпустят, ничего не получится». Когда я формирую команду, я стараюсь переговорить лично с каждым, чтобы узнать, есть ли какие-то вопросы к другому из команды. Ведь надо быть честным, что, живя здесь на земле, мы обижаем друг друга, порой даже не зная сами до конца, что мы сделали. Где-то сказали что-то, где-то, может быть, в силу моего характера я так вот повел себя, а человек с меланхоличным темпераментом, а он обиделся, и двоим им теперь надо ехать в лагерь. Как им теперь состыковаться? Поэтому моя задача стоит, чтобы до начала лагеря попробовать решить эти вопросы. Были моменты, когда я вынужден был отказать людям ехать в лагерь. Они очень хотели. Именно по причине, что двоих человек я не мог взять. Они не хотели решать вопрос между собой. Конечно, это, ну, брал того, который хотел решать вопрос, да? Я не мог взять того, который не хотел решать вопрос. Этот человек однозначно в лагере, ну, будет тянуть всех нас на дно в духовном плане. Поэтому важно, чтобы внутри команды было доброе, хорошее взаимоотношение. Забота друг о друге. Любить другого. Это причина, почему я это делаю. Почему я о нем заботюсь. И для того, чтобы любить другого, нужно уметь любить кого? Себя. Банально. Люби ближнего своего как? Самого себя. А как я могу учиться ближнего любить, если я себя не люблю? Или мы все любим себя? Обожаем. Этому, в принципе, учиться не надо, да? Постал Павел говорит, что мы о себе заботимся. Одежку себе покупаем. Вкусную еду. И много-много чего. Подушку мягкую, одеяло подбираем. Заботимся. Но когда рядом со мной кому-то плохо, насколько я готов позаботиться о нем? Друзья, ни в коем случае не хочу сейчас кого-то обидеть, да? Или сказать что-то. Но для меня очень показательные моменты, когда люди вместе кушают. Я всегда наблюдаю, как заботятся друг о друге. И иногда приходится удивляться. В 91-м году в нашей церкви была такая возможность. И ездили на отдых в Германию. И тоже нас делили на отряды. И когда мы приходили в столовую, садились за стол 10 человек. Такой стол был большой. И в центре стола обычно стояла супница такая большая. И вот, когда все помолятся, начинали делить там. Обычно этим вожатые занимались. Ну а как-то один день получилось, что вожатый наш куда-то запропастился. Помолились. Я открыл супницу, начерпал себе. Голодный был. Целую тарелку супа. Супа. Вот и приходит вожатый. Говорит, что ты сделал? Я говорю, а в чем проблема? Говорит, ну, все скушать должен. Когда я взял первую ложку, я понял, что это была подливка. Очень острая. И кроме того, по чуть-чуть совсем, я был вынужден съесть эту подливку. Друзья, когда... Для меня это урок был на всю жизнь, да? Когда я вижу свою тарелку, свое тело голодное, которое требует побольше, но не вижу окружающих, это беда. Не бойтесь остаться голодным, да не останетесь. Директор позаботится, чтобы никто из вас не остался голодным. Это не касается проблемы еды. Этот вопрос называется обжорством уже, Дмитрий, а не удалением голода. Должен не хватить директора. По христианству попилок не хватило. Он на полу свежи. Друзья, учитесь заботиться друг о друге. Учитесь замечать друг друга. Когда заходит человек в любое помещение, говорит... Ну, кто пришел, смотрите. И когда заходит, говорит... О, кто здесь находится? Поймите разницу. Когда он видит других и когда он видит себя. Поэтому тренируйте, воспитывайте себя для того, чтобы уметь заботиться о других. Иван Галет Матфея, 16 глава. Иисус Христос шикарный пример дал для всех нас. С 24 стиха. Тогда Иисус сказал ученикам Своим. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою изберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Душа – это самое главное, что есть у человека. И я должен и обязан заботиться о своей душе и о душах окружающих Меня людей. И поэтому принцип, который Христос говорит, который действует для Моей души – «Отвергни себя». И этот же принцип действует для заботы о душе Моего брата и сестры. «Отвергни себя, отодвинь, забудь, убери, нет у тебя». Есть твои братья и сестры. Голодный остался, слава Богу. Не умрешь. Не хватило конфеты вкусной. Ничего страшного. Еще чего-то ты поделился, остался обиженным. Замечательно. Друзья, вы зарабатываете наследство на небесах. Это уникально. Это намного больше, чем кусок торта. Это лучше, чем тарелка с пловом. Дорожите лучшим. Идите к этому. Заботьтесь об этом. В лагере особо сильно начинают проявляться вот эти вот наши, скажем, чувства, которыми мы живем. Первый, второй день мы держимся еще. Третий день уже надоело оставаться голодным. Уже и кушать хочется, да? И ты начинаешь доступно и доходчиво объяснять окружающим, что, ребята, надо и обо мне позаботиться уже, в принципе. Важно быть заботящейся о душе другого. И тогда о твоей душе тоже другие будут заботиться. Конечно, плохая ситуация, когда все, ну ты иди садись, нет, ты иди, нет, ты иди. И полчаса толпятся в дверях, никто не может пройти первый, потому что все заботятся как будто о другом. Во всем нужен разумный подход и нормально, как бы сестры могут проходить вперед по правилу этикета, братья их могут пропустить. В то же время сестры могут послужить братьям чего-то, а братья обслужить сестер за столом и так далее. Взаимодействуйте друг с другом, работайте друг с другом, и тогда получите благословение. Это уникально, когда вы заботитесь о душе другого. Когда мы говорим о заботе о другом, о соседе, важно не просто, скажем, в каких-то критичных моментах, но в простых, обычных вещах. Видите взгляд какой-то потухший у человека, видите, что жесты у него немножко не такие. Спросите, в чем причина. Поучаствуйте в его деле. Помогите ему. Особенно находясь в лагере. Очень важно вот это вот единение, сплочение вокруг Иисуса Христа с заботой о душе друг друга. Наряду с этим понятно, что совершенных людей нет. Каждый из нас тоже острый, колючий и где-то совершает какие-то поступки, проступки нужно уметь вмещать друг друга. Слание к римлянам, 15 глава. Постол Павла пишет, «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Если ты сильнее, вмести, сниси немощи другого, помоги ему. Прими его, как Христос принял тебя в славу свою. Это благословение, это особое время. И отдельно хочу затронуть момент призывного дня. Я не знаю в вашем лагере, когда он проходит. Мы у себя сместили его на предпоследний день. Сместили по двум причинам. первое, что после призывного дня мы имеем еще целый день, когда можно поговорить с ребятами, пообщаться. И были случаи, когда на второй день каялось больше ребят, чем во время призыва. Ребятам необходимо принять информацию, вместить ее, как-то переработать. И потом, может быть, приходит у них какое-то осознание. Второй момент. Последний день это день, когда идет закрытие смены, там какие-то вечером, ну, как вы говорите, костра нету, но все равно какой-то праздник закрытия смены существует. И после призывного собрания сразу мчаться на праздник закрытия смены немножко очень сильно получается неправильно. конфликт какой-то внутренний. Поэтому мы сместили этот день на предпоследний. И, ну, видим в этом удачное такое решение. Советуем вам. Если захотите, можете перенять опыт. Но призывной день это особенный день. Когда я провожу утром молитву и говорю, друзья, будьте готовы сегодня к чему угодно. помните, что в этот день сатана особо будет действовать. Ему не нравится то, чем мы занимаемся. Он будет лупить по самым больным местам. Он будет провоцировать вас где только можно. И мы вечером, когда собираемся с братьями, подводим какой-то итог дню, говорим да, 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 такие вещи происходили, что, ну, вот за весь лагерь столько не происходит, как в призывной день. Обязательно кого-нибудь в больницу надо завести, обязательно обед сгорит, или электричество отключат, или, ну, то есть программа начинает рассыпаться, что-нибудь еще пойдет не так, ну, всегда проблема. В отрядах какие-то склоки между вожатыми что-то случается. Когда ты понимаешь, что это день, который лукавый бьет, больше силы как будто он появляется, ты не пытаешься выяснять эти вопросы, отношения, ты просто принимаешь и идешь дальше. Помните об этом, особенно молитесь, особенно вмещайте друг друга в такой день, потому что это день духовной борьбы. Это не просто один день из лагеря, это особенный день, когда нужно духовное попечение друг о друге, забота друг о друге. Если кто-то более слабый, вмещайте его, помогите ему, чтобы пройти этот день, чтобы он уменьшался успехом. Спасибо, я и так много времени вашего занял, я ухожу. Спасибо. 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 Спасибо.